С новым обновлением фосмофобии предметов в игре стало в три раза больше, и в этом видео я хотел бы посмотреть на все эти предметы, чем каждый из них уникален и какие у них способности, и разница в них есть. До обновления мне казалось, что новые тиры это просто, ну, немножко апгрейднутые версии предметов, которые чуть круче, но сильно особо не отличаются. На самом деле нет, геймплей отличается кардинально, и с более высоким тиром предмета играть будет гораздо-гораздо проще. Собственно, вот все предметы, и у каждого из них по три версии. Это более слабая версия первого класса, более сильная версия второго класса и третьего класса самая имбовая версия. Итак, давайте начнем с лазерного проектора. Каждый предмет нужно будет прокачивать, то есть для этого нам понадобится набрать 29 уровень, например, в случае с лазерным проектором, для третьего класса нужен будет уже 60 уровень. И после того, как мы наберем этот уровень, нам предложат заплатить какую-то сумму за прокачку этого предмета, за то, чтобы получить уже второго класса. Итак, лазерный проектор первого класса. Лазерная указка проецирует слабый лучик света. Портативный лазерный проектор используйте, чтобы обнаружить физическую форму призрака. Я, наверное, все описания абсолютно каждого предмета не буду читать, только если там что-то интересное будет. И разработчики сделали таким образом, чтобы нам было проще понимать плюсы и минусы каждого из этих предметов. И вот здесь, например, плюс направленный свет, двоеточие, узкий, радиус 5 метров, ручной, минус электроника. Ну, типа, что призрак ее чувствует, вот. Далее идет второго класса лазерный проектор, который, в принципе, такой же, как и был в игре до этого. Плюс в том, что у него теперь рассеянный свет, а не направленный, но радиус только 2,5 метра, но зато рассеянный свет. Ну и его можно просто куда-нибудь прикрепить, поставить, ну как, впрочем-то, и можно было раньше. И третьего класса, самый имбовый лазерный проектор, направленный свет широкий, радиус 7 метров, его можно ставить. И сканирование. Здесь имеется в виду, что он может крутиться, вертеться, типа, вот так вот вокруг и всю комнату, как бы, осматривать. Переходим дальше. Дальше у нас детектор ЭМП. Первый класс выглядит вот так вот. Радиус 1,7 метра, точность низко, ну и минус тоже, опять-таки, электроника. Этот детектор ЭМП вам не сможет показать прям вот точное число, сколько ЭМП дал призрак вот во время взаимодействия. Но, во-первых, как здесь и написано, если стрелка перегнет за пятерку, там будет такая красная зона, и в таком случае это будет ЭМП-5. Ну и еще каждый раз, когда ЭМП-5, он начинает трещать, издает характерный звук, поэтому ЭМП-5 можно легко определить с помощью этого звука. Нужно только прислушаться и привыкнуть. Второго класса ЭМП, такой же, как и, в общем-то, мы имеем, точнее, имели в игре до этого. Ну и индикатор звука, то есть он будет издавать, как бы, звуковой сигнал для каждого уровня ЭМП. Ну и третий класс ЭМП, радиус 3,5 метра, точность высоко, индикатор звука, дисплей, индикатор расстояния и индикатор направления. То есть будет показываться направление, откуда шел вот источник электромагнитных волн, и будет показываться расстояние. Также здесь написано, что он может отслеживать сразу до трех сигналов, то есть если призрак 3 взаимодействия, все 3 покажут вот этот вот детектор ЭМП. Переходим дальше. Дальше у нас блокнот. Итак, первого тира блокнот, первого класса, радиус 3 метра, быстрота взаимодействия низко. Это самый, как по мне, наглядный пример того, вот насколько тиры эти отличаются. Я уже играл с этим блокнотом, естественно, и реально призрак очень долго дает эту улику. Прям вот долго. Я не скажу, что сильно дольше, чем было до этого, блокнот всегда был такой душной уликой, но как будто вот чуть-чуть даже дольше. И на самом деле меня радует то, что здесь написано дальше, потому что второго класса блокнот, как вот у нас нынче был радиус 4 метра, и быстрота взаимодействия средняя, то есть должен быстрее давать. Ну и у третьего быстрота взаимодействия высоко и радиус 5 метров. Но давайте я вот объясню немного про радиус, теперь вот как вы, вот раньше выходила обнова, где распятие вы, когда ложите на землю, показывается радиус. У блокнота теперь есть точно такой же радиус, то есть вы его ложите, и он охватывает определенную территорию. Если в этой территории призрак, и он захочет, допустим, взаимодействовать, есть вероятность, вот тут низкая, тут средняя, тут высокая, что он взаимодействует, естественно, ну, с блокнотом и как бы даст вам улику. И, в общем-то, выглядеть эти блокноты будут как бы вот так вот. Вот это значит первого класса, это второго, это третьего. Давайте вот даже приближу, чтобы было более наглядно видно. Буду показывать предметы, которые вот до этого разработчики не рассказывали про них, ничего не показывали. Радиоприемник. Первого класса выглядит вот так. Радиус 3 метра, качество звука низко, быстрота отклика низко. И минус электроника. Хочу сразу дать небольшой совет. Вот так вот выглядит радиоприемник первого класса. И многие, вот я заметил я сам в самом начале, вот как только заходишь в игру, многим кажется, что там вот есть иконка призрака, и она загорается красным иногда. Так вот, когда призрак вам отвечает в радиоприемник, даже в первом тире вы услышите его ответ четко. Ну, не совсем четко, но услышите, что как будто оттуда кто-то говорит. Вот, очень прерывисто, но говорит, будет слышно голос. И прикол в том, что когда красным загорается иконка призрака, это значит, что просто игра распознала вашу речь, распознала вашу фразу. Вот, а если призрак отвечает, иконка уже будет загораться белым светом. Ну и впрочем-то, второго тира вот так выглядит, третьего тира вот так. И давайте посмотрим, что там дальше пишут. Радиус 4 метра, качество звука среднее, быстрота отклика средняя, плюс дисплей. Ну и пятого уровня, радиус 5 метров, качество звука высоко, быстрота отклика высоко, минус дисплей. Почему-то дисплея сюда не завезли, но, впрочем, да, еще почему-то вот это вот забыли перевести. Тут написано, что в него внедрили фильтр, короче, против шума, шумоподавления. И типа из-за этого будет, видимо, четче слышно или как-то, или, ну, это просто как описание, почему он быстрее ловит звуки призрака. Ну и здесь то же самое вот написано. Типа, если игра распознала вашу речь, но не дала никакого ответа, вот LED, типа, короче, индикатор загорится красным. Точно так же, как и здесь. Вот, если вопрос был услышан, красный индикатор загорится на радиоприемнике. Если он загорится белым, то вы получили ответ. Ну и тут, соответственно, то же самое. Ну и, впрочем, да, 27 уровень для второго тира, 54 для третьего тира, ну это понятно, это все сами, в принципе, видите. Итак, термометр. Термометр тоже решили не переводить, правильно, зачем? Скорость обновления низко, точность средняя. Это вот такой вот просто прям градусник, да, который вы тупо кидаете в комнате и ждете. В принципе, он, я бы не сказал, что супер медленно обновляется, то есть тут хоть и написано низко, но вы можете, в принципе, подержать его в руке и, скажем, постоять в комнате там 20 секунд. Если призрак захочет в этот момент дать вам температуру минусовую, то он даст. То есть я не скажу, что там прям вот вы не видите, как он спадает, то есть если вы, особенно вот это заметно из теплого помещения, когда в более холодное переходишь. Единственное, что я заметил, когда приближается к нулю градусов, то скорость обновления еще больше замедляется, то есть он еще медленнее начинает спадать. Ну, потому что там уже более точные цифры, видимо, следуют или что-то такое. Но вот если из теплой комнаты в холодную зайти, то там прям видно будет, как падает температура. И еще важное уточнение. Не забывайте, что теперь пар изо рта это не улика. Пар изо рта теперь всегда в комнате, где меньше 5 градусов. По пару изо рта, грубо говоря, теперь можно найти комнату призрака, но не определить минусовую температуру. Теперь для этого только термометр нужен. Второго класса термометр, как у нас, был только с большим интерактивом. Типа, вы должны зажать кнопку, тут точность высоко, скорость обновления средняя. Ну и третьего тира, он, соответственно, тоже нужно зажать кнопку, чтобы сканировать. Точность высоко, скорость обновления высоко. То есть он быстрее еще будет сканировать. Ну, впрочем, там в Dev Preview показывали тоже третьего тира термометр. Выглядит он немножко поближе, если вот так. Ну, а когда-нибудь я смогу прокачать себе там 80 уровень и получить эти предметы. Потому что сейчас у меня 17 и уже 1400 опыта требуется для прокачки одного уровня. Это жесть. Ультрафиолетовый фонарик. Итак, первого класса. Длительность 60 секунд, время зарядки 10 секунд. Рассеянный свет. То есть неоновая палочка. Но теперь, когда она тускнет, вы можете на правую кнопку мыши нажать. И ваш персонаж взболтает вот так вот эту неоновую палочку. И она снова начнет гореть ярко. Второго класса. В общем-то, ультрафиолетовый фонарик, как у нас был уже. Время зарядки 5 секунд. Секунд направленный свет узкий минус, ну, электроника. Это понятно. Ну, и третьего класса. Время зарядки 1,5. 1,5. Тут почему-то не написано, кстати, пояснение, что секунды. И направленный свет широкий. Что имеется в виду, в общем, в времени зарядки? Это не зарядка самого как бы фадарика имеется в виду. Это имеется в виду, что теперь вы отпечатки, когда вот под ультрафиолетом на них светите, они остаются, когда вы даже убираете ультрафиолет. Вот, и, соответственно, чтобы, ну, они полностью вот прям отпечатались, да, типа, и остались, нужно вот какое-то время для каждого из этих тиров, потому что теперь это так работает. Двигаемся дальше. Видеокамера. Первого класса видеокамера выглядит вот так у нее. Маленький экранчик. Качество изображения низко. Паранормальное искажение высоко. Минус, что электроника. Вероятность того, что призрак опрокинет оборудование высоко. Второго класса видеокамера, как у нас была. Качество изображения среднее. Паранормальное искажение среднее. Электроника, вероятность опрокидывания, оборудование высоко. И, кстати говоря, у третьего класса то же самое. Качество изображения у третьего класса высоко. Паранормальное искажение низко. И, ну, опять-таки, электроника. И экранчик там гораздо больше. Ну, и, в общем-то, тут зеленый фильтр. У ночного видения здесь. И здесь черно-белый. Распятие. Вот теперь начинается более-менее, ну, примерно... То есть единственное, что я дальше знаю, это про соль и про направленный микрофон и штативы. Больше я ничего не знаю. Вот тут начинаются предметы. Я специально, я даже на стриме не смотрел. И специально вот с вами сейчас в видео я впервые узнаю, что там значит новое распятие. Итак, просто две деревяшки, перевязанные веревкой. Понятно. Радиус 3 метра. Использований 1. Да. Распятие первого тира один раз только может сгореть. Настенный режим. А, ой, настольный режим. Подожди. Одноразовый. Я подумал, настенный. Я подумал, на стену можно повесить. Чего, типа, зачем? Для второго распятия требуется 37 уровней. И, в общем, радиус 4 метра. Использований 2. 2, естественно, настенный, точнее, настольный опять режим. И опять одноразовый. Третье, кстати, тоже одноразовое. Но-ка, про третье хочу. Хорошо, подожди. Изысканное распятие украшено золотыми и серебряными накладками. Подожди, вот почему мне очень интересно про распятие. Я смотрел видос Интима, англоязычного блогера по фазме. И он говорил, что... Он же общается с разрабами фазмы. Он говорил, что ему CJ, разработчик, говорил, что распятие третьего тира теперь станет самым имбовым. Прям вот далеко-далеко самым имбовым предметом в игре. Эм, так, теперь вот вопрос. Точнее, не вопрос, а теперь смотри. Доказано, что такие замысловатые детали усиливают защиту от потусторонних существ. Подожди, вот эту вторую строчку я хочу попозже прочитать. Я сейчас хочу сохранить вот прям для себя интригу. Очень интересно, что... Кстати, здесь 4 метра, но сейчас объясню кое-какую еще интересную деталь. Одноразовая неуязвимость. Радиус 4 метра. Здесь тоже 4 метра. Использование 2. Настольный режим одноразовое. Для демона третьего тира распятия увеличивает свой радиус на 50%. Точно так же, как для мороя, благовоние увеличивает свою длительность действия на 50%. Вероятнее всего, вот, ну, от этого просто на 50%, ну, получается, что да. Получается 6 метров, как, впрочем-то, раньше и было. Но только третьего тира. И требуется уровень 90. По-моему, ни одного предмета другого нет, у которого такой же уровень требуется. Даже, что там, благовоние много требует уровней. 85, ну, это капец. Это распятие имеет еще больше радиус действия, чем предыдущие версии. Более того, теперь распятие можно использовать даже во время охоты. Чтобы остановить ее досрочно. Ебать! То есть теперь, как в Ghost Exile, ты можешь держать распятие в руке. И если на тебя пойдет призрак, ты, типа, остановишь охоту? Ебать! Что? Это какой-то пиздец. Подожди. Так, стоп, хорошо. Это имба, это жесть, это просто не... Что? Ты? Окей, ладно. Типа, прикол. Классный предмет, нормально, мне нравится. Сколько у него стоимость? 30 долларов. То есть если ты прокачаешь это, за 30 долларов ты сможешь... Тихо. Двигаемся дальше. Так, свечки, радиус 2 метра, длительность 3 минуты, уменьшение скорости снижения рассудка в процентах. Тоже интересное вот нововведение. Теперь не все свечки останавливают на 100%. Вообще ни одна свечка теперь не останавливает снижения рассудка на 100%. 33%. Настольный режим, вот это все понятно. Вторая свечка, радиус 2 метра, длительность 5 минут, уменьшение скорости снижения рассудка 50%. И да, по поводу длительности. Теперь свечки догорают, вот. То есть, ну, 3 минуты, и эта свечка догорит, и там прям анимация есть, как вот меньше и меньше, меньше вот этого воска остается. Вот, тут, соответственно, 5 минут. Ну и бензиновая лампа, его хватит на целые часы непрерывной работы. Бензиновая лампа... Ну, но не написано, что на сутки. Ну-ка чё, 24 часа в доме с призраком с бензиновой лампой устроить? Бензиновые лампы, хватит на все задание, поэтому можно... Посмотрим, посмотрим, что она погаснет в самый ответственный момент. Разумеется, ее можно просто поставить на пол, чтобы высвободить руки. Более того, она водонепроницаемая, поэтому даже в ливень, короче, она будет работать. Радиус 2 метра, уменьшение скорости снижения рассудка на 66%, водозащита, настольный режим. Неплохо, 79 уровней надо. Итак, фонарик. Хорошо. Первого класса фонарик, в общем, направленный свет узкий, интенсивность низко, понятно. Второй фонарик мы тоже знаем, это мощный фонарик, если просто так. Направленный свет узкий, интенсивность средняя. И третьего тира фонарик. Направленный свет широкий, интенсивность высоко. Это как? Если этого интенсивность средняя, то как будет выглядеть высоко? Это просто, мне кажется, будет имбадлем для превью. Я просто обожаю, потому что на превью всегда мне нужен фонарик, чтобы освещать что-то, чтобы яркое превью было. Вот, кстати говоря, камера на голову, очень интересная тема. Первого класса, просто крепление на голову, качество изображения среднее, паранормальное искажение среднее. Второе, это уже крепление на голову, интенсивность низко, направленный свет узкий. Это фонарик. И, кстати говоря, видимо, вот этот фонарик, он идет без камеры. Вот эта вот камера, вот этот фонарик. То есть, это имба. Почему? Потому что сейчас вот в фазме они переработали систему освещения, и теперь, если даже 4х яркость поставить, ты не будешь ничего видеть в кромешной тьме. Вот ничего, будет тупо реально чернота. Если раньше хотя бы так как-то все работало, что очертания объектов видны были, теперь все, нет. И это будет имбой, потому что можно освободить слот в инвентаре, при этом всегда иметь фонарик. Ну и четвертое, это очки. Крепление на голову, ночное зрение, вот. То есть, это очки ночного видения. Ну и паранормальное искажение среднее. То есть, вы сможете прям, ну, видеть. И типа, мне интересно, еще на стриме, вот это единственный предмет из всех, вот, который я тебе показал, который я на стриме разбирал, паранормальное искажение среднее. Интересно, можно ли будет увидеть через это призрачный огонек. Возможно, можно. Если так, то это будет самый имбовый предмет. Я его всегда буду брать. Итак, спички, ну, точнее, зажигалка, ну, тут и зажигалки, и спички. Короче, да. Первого класса это просто спички. Длительность 10 секунд, использование 10. Одноразовые. Потом идет зажигалка. Длительность 5 минут, тоже одноразовая. Ну и, впрочем, спички, да, догорают. Точно так же, как вот и зажигалка. И зажигалка третьего класса. Какая-то йоу-йоу вообще. Длительность 10 минут, плюс водозащита. Нормально, нормально. Интересно, вот, типа, ну, получается, то есть, это, это полезно сейчас на данный момент для всяких открытых карт. Типа, лагеря и всего такого. Реально, очень полезно. Потому что, по сути, до раньше, вот, ты не мог вообще никаким образом на лагере зажечь, типа, свечку, допустим, проверить на анрё. Теперь ты можешь. Многие, кстати говоря, ну, не многие вообще, на самом деле, но вот есть люди, которые, типа, что там, ай, какие-то предметы все сбросили, теперь у всех тир один, что это такое. Как бы, помимо тир один, добавили ещё другие тиры, которые более имбовые. И они реально поменяют многое. Типа, у вас была раньше камера на голову, у которой есть фонарик, или у которой есть ночное видение? Какого раньше не было. Поэтому я считаю, что это круто. А вот это всё добавилось для прокачки, да и, ну, реально, это, мне кажется, стоило того. Потому что улучшать предметы только в одну сторону, только в более лучшую из тех, которые уже были, было бы глупо. Ибо те, которые были, они и так были сбалансированные, нормальные, а, типа, ты перекинь, два ещё дополнительных тира сверху, которые ещё лучше, это было бы, ну, просто уже всё, типа, было бы скучно играть с такими предметами, типа, вот. И слишком просто было бы. В общем, благовоние первого класса выглядит так же, как и, в общем-то, было. Радиус 3 метра, длительность 5 секунд. Второго класса, радиус 4 метра, длительность 6 секунд, замедляет призрака во время охоты. Останавливает призрака во время охоты? Что? О, радиус 5 метров, длительность 7 секунд. Ни хрена себе! То есть, я тогда, когда про соль ещё вышла эта штука, я предполагал, что, может быть, третьего тира благовония будет тоже замедлять призрака. Оно не замедляет, оно его останавливает, нахуй. А второго тира уже замедляет, офигеть. Это имба, это жесть. Капец. Ну, хз, хз, даже распятие самое имбовое или нет. Ну, хотя, конечно, для благовония, по сути, два места в инвентаре должно быть лишних. Зажигалка и вот это вот. Капец. Итак, датчик движения. Форма сенсора. Линия, индикатор освещения, настольный режим. В общем-то, теперь вот, ну, такой же датчик движения, как и был. Только теперь, когда ты его вешаешь на стенку, из него такой луч красный идёт. Вот, чтобы было видно, насколько далеко... Ну, и он идёт не до конца комнаты. Он вот просто, насколько... Вот он может, настолько вот он радиусом это... Сколько он ловит, и только он ловит... Короче, вы поняли. Вот, чтобы было понятно, насколько далеко он это улавливает призрака. Второго класса форма сенсоров линия или конус. Индикатор освещения, индикатор звука, настольный режим. Ага. Ну и третьего класса форма сенсоров окружность, сканирование. Индикатор освещения, индикатор звука, настольный режим, ну и электроника, да. Сканирование. То есть... То есть он, видимо, будет как-то тоже двигаться? Походу, да. И плюс индикатор освещения. Ну, как бы, это... Это окей. Это всё понятно. Хорошо. Тут имеется в виду, что он, наверное, загорается, когда... Когда проходит кто-то... Направленный микрофон, радиус 20 метров, электроника. Окей, это понятно. И да, кстати, теперь направленный микрофон, когда ты включаешь, у тебя приглушаются все звуки вокруг. Второго класса, радиус 30 метров, плюс дисплей. Ну и третьего класса, радиус тоже 30 метров, дисплей, индикатор расстояния, индикатор направления. Ну, радар там прям полноценный на этом блокноте. Ой, на этом направленном микрофоне есть. Короче, капец. Фотоаппарат. Вот что интересно. Ну-ка. Первого класса, время между фотографиями высоко. Угу. Вот так он выглядит. Это полароид, типа. Точнее, полароид. И, кстати говоря, очень прикольно на него фотки выглядят. Ну-ка, давай я вам покажу. Вот даже я тут фоткал, потому что, видишь, они с таким фильтром как будто желтым, да, и с помехами. Хотя эта фотка была сделана не во время охоты. Но это очень классная деталь тоже. Вот. И, возможно, знаешь, типа на фотках более вот этих вот меньше помех будет. Да, на них меньше помех. Но они сильно меньше, чему я рад. Знаешь почему? Потому что, если бы они сделали прям паранормальное искажение низко, то есть такой призрак просто как фантом, которого, когда фоткаешь, если непонятно, ну, допустим, в темноте сфоткал прям жесткой, если непонятно, что, типа, видно призрака или нет, потому что он исчезает на фотографиях, то ты всегда мог понять по гличам. Если на фотке есть помехи, значит, это не фантом. Если нету помех, значит, это фантом. Второго класса, нынешняя, ну, точнее, тот фотик, который и был, время между фотографиями среднее, дисплей и паранормальное искажение среднее. Ну и тут, третьего класса, время между фотографиями низко, плюс дисплей и паранормальное искажение среднее. Будет интересно посмотреть, как это все выглядит. И как будут выглядеть фотки на вот этот вот суперкрутой фотик третьего класса. Дальше у нас соль. Итак, использований два. Хорошо. Третьего класса. Более крупный контейнер вмещает больше соли. Три использования. Окей. Ну и четвертого. Ой, тьфу. Точнее, третьего класса. Это был второго класса. А, в общем-то, ну, это все тоже в Dev Preview показывали и разбирали. Типа, она такая, она кучкой, типа, вот так вот. Не кучкой вот такой сыпется, а такой прям полосцем. Вот. Ну и третьего класса. Использований три. Замедляет призрака во время охоты. Но и при этом, если вне охоты, вот здесь вот написано, вне охоты он будет возвращаться назад, если он наступит в соль. То есть, вы таким образом можете преградить ему выход из комнаты. Ну и с помощью соли теперь, что тоже очень важно, можно находить улику ультрафиолет. Потому что это теперь не отпечатки рук, а ультрафиолет улика. То есть, отпечатки ног на полу теперь тоже улика. И, на самом деле, это классное нововведение, потому что, например, миража редко, когда мы случайно определяем, да, что, типа, там, ой, не, наступил в соль. То есть, соль нам особо и не нужна была никогда, только как раз-таки для теста на миража. То есть, мы там находим какие-то улики, которые могут быть у миража, таки, ну, надо проверить, чтобы его вычуркать. Теперь же мы можем просто принести соль, чтобы проверить ультрафиолет, и таки, хм, он не наступает. И все. И как бы спокойно сразу же понять, что это мираж. Это классная имбовая вещь. Использование 3 замедляет призрак. В общем, да, и тоже такой полоской сыпется. Таблетки. Так, так, так. Ага, я понял. Скорость восстановления рассудка 30 секунд. У первого класса, у второго 20 секунд. У третьего 10 секунд. И повышенная скорость бега 10. Нифига себе! Чего? Препарат адреналина. Короче, по поводу восстановления рассудка. Почему в секундах? То есть, было бы странно, если бы они сделали, да, типа, восстановление рассудка, типа, этот 10, этот 20, этот 30. Потому что это все настраивается в специальных настройках сложности. Теперь рассудок будет, рассудок восстанавливается не так, чтобы вы приняли таблетку сразу, а постепенно. И, кстати, что очень интересно, на стриме произошел такой момент, очень показательный. Я хочу просто про него рассказать. Я принял таблетку как раз таки, потому что хотел проверить на мороя. Я дождался охоты, прислушался к шагам, принял таблетку, шаги не замедлились, а у меня было 0% рассудка. Это тест на мороя. Морой просто быстрее остановится, чем ниже у тебя рассудок. Вот. Я принял таблетку, Он не замедлился, я подумал, ну, значит, не Морой, и убежал. А прикол-то весь в том оказался, что просто я как бы не дождался, пока у меня рассудок восстановится, потому что он 30 секунд восстанавливается теперь вот с этим первым тиром. Вот, и, соответственно, провафлил вот таким образом Мороя. И вот для чего, и то есть теперь вот здесь вот это будет 10 секунд всего лишь восстанавливать рассудок. Хорошо, датчик звука, посмотрим, что ты можешь, ну-ка, ну-ка. Первый класс, крошечный микрофон на крошечном стативе. Самый бесполезный был предмет вот вообще в игре, типа. Ну, вместе с камерой на голову. Радиус 5 или 10 метров, форма сенсора, окружность, настольный режим. Хорошо, второго тира. Датчик звука был усовершенствован и теперь имеет три разных варианта, переключаемых с помощью кнопки размера на экране датчика звука в фургоне. Ага, радиусы 5, 10 метров и 15 метров, форма сенсора, окружность, настольный режим. И третьего класса какой-то вообще, не пойми, что просто тут всего. Чисто стримерскую студию пора открывать. А, почему стримерскую? Ну, музыка, звукозаписи я имел в виду, хотел сказать, почему стримерскую. Не знаю, почему, неважно. Штатив укомплектован вращающимися шарнирами, позволяющими взаимодействовать со штативом для изменения типа направленности. Доступные варианты. Вперед кардиоида, наружу по бокам, восьмерка, внутри... Короче, форма сенсоров, окружность, конус по краям, настольный режим и радиусы 5, 10 и 15 метров. Не знаю, для чего это может пригодиться, но ладно. Для близнецов? Ну, окей, допустим. Может быть, но хорошо. И штативы, в общем-то, это нужно просто для того, чтобы на них камеру повесить и, собственно, не париться никогда в жизни больше, что она не упадет. Настольный режим, ну, естественно, да, первого класса штатив. Вероятно, что призрак опрокинет оборудование среднее. Потом второй штатив точно такой же, но только контролировать можно вращение из фургона прямо кнопками на экране. Ну и третий штатив тоже можно контролировать вращение и вероятно, что призрак опрокинет оборудование низко. Вот такие вот пироги. Ну и, впрочем, это были все предметы. Не знаю, сколько времени этот видос получился, но желаю в любом случае всем удачи в расследованиях, в апгрейдах вот этих всех и хорошего настроения, когда будете за всем вот этим вот смотреть и вот эти все предметы тестировать, потому что это имба. Мне уже хочется все на свете вот это вот попробовать. Очень интересно. Короче, всем пока!